ДИАНА АНКУДИНОВА Я предупреждаю, что в соответствии с законами YouTube об авторском праве, в этом видео будет много пауз, поэтому если это вас беспокоит, я бы посоветовала вам не смотреть видео. Певица русского происхождения, ей всего 19 лет. Меня очень много просили об этом в комментариях, и я пою эту песню Can't You Help Falling In Love. И вот анализ на канале The Cool. Я должна прекратить. Видишь ли, мне очень нравится эта песня. Эту песню популяризировал Элвис Пресли, как ты наверняка знаешь. Какой уникальный голос. Ее тембр ни на кого не похож. Тембр в музыке – это то, что по звучанию идентифицирует инструмент. Первое, что мы заметили, это то, что она контральта. Контральта – это женский низкий голос. Типичный регистр контральта варьируется от третьего фа, который будет таким, до пятого фа, но в зависимости от того, какую подготовку получает этот голос. Регистр может быть увеличен вниз или вверх. Теперь регистр – это количество нот, которые мы способны исполнять петь, то есть наш вокальный диапазон. Но тесситура – это те ноты, через которые мы проходим, звуча очень хорошо и без особых усилий на протяжении всего регистра. Точно так же у каждой песни есть своя тесситура. Мы продолжаем слушать. ОКТАВАЛЬТА Мне так много нужно сказать. Но мне так много нужно сказать в музыкальном плане, что я не могу больше ждать, а затем и от ее голоса. Давай сядем за пианино. Я хочу кратко рассказать вам о музыкальной аранжировке, потому что вы знаете, что помимо певицы я автор песен, дирижер хора и оркестра, а здесь происходят очень интересные вещи. Тебе наверняка эта песня уже показалась странной. Ты скажешь там, как будто песня была не такой. И ты права, потому что оригинальная песня написана в мажорной тональности, в данном случае тональный центр фа, поэтому песня Элвиса была бы фа-мажорной. Так что же первое, что сделала Диана? Она изменила режим. То есть вместо того, чтобы быть старше, ярче, темнее, что связано с ее голосом, она стала минор, фа-минор. Кроме того, это минорная гамма в ее гармоническом варианте. Как нам это определить? Ну, поэтому, так сказать, среднеарабскому звуку, который мы находим в конце гаммы, смотри. Это И поскольку мы играем на фортепиано, она начала с верхней ноты регистра контральта. Но затем перейдем к этой ноте, которая, как правило, уже есть в реестре мужчин. И очень немногие женщины могут ее спеть. И особенно с такой вокальной амплитудой. Я имею в виду, что это не звучит. Но здесь я слышу два разных голоса, два разных цвета. Когда она произносит своим голосом в голове, она с самого начала сохраняет этот сердитый голос таким красивым, то есть с большим количеством воздуха. Я имею в виду, она с ног на голову, но не совсем, потому что она продолжает очень сильно открываться, раздвигая струны, чтобы выпустить всю эту струю воздуха. А еще есть такая часть, которая как бы обволакивает звук, как будто он очень сильно его покрывает, что делает его похожим на пещеру, что было бы как обратное наложение. Я только что придумал это. Я имею в виду, как будто это сильно покрывает все сверху, как будто это сильно кусает. Это здесь. Это как бы резонирует сзади, то есть у него не такой фронтальный голос. Когда мы поем с воздухом, голос может потерять форму, но с Дианой этого не происходит. Она дракон. Ну хорошо. Здесь она перешла на самые высокие ноты. Это пятерка фа и пятерка си бемоль. Я бы уже перешла формальные границы высоких частот контральта. Вы видите, что она певица, у которой очень много записей. Ну, вы знаете, что меня больше всего впечатляет, как я всегда говорю, не ноты, которые вы даете, а то, как вы их даете. И это то, что у нее очень ровный голос. Согласование голоса — это гомогенизация всех цветов, которые у нас появляются, когда мы переходим от низкого регистра к среднему, к ступенчатому регистру, к высокому. У нее довольно ровный цвет в самых низких нотах. Это была до три, а также это си бемоль пять. Она продолжает сохранять это тело, эту теплоту, эту округлость и эту воздушность в голосе. Мы собираемся снова услышать высокие частоты. Обратите внимание, что когда она начинает на высоких частотах, это крыло немного маскирует букву Я, потому что это помогает ей играть на высоком уровне. Что-то в этом роде. И посмотрите, какой у него прыжок. И никакого вибратора. И эта низкая гортань, помимо того, что помогает ей достигать очень низких для женщины нот, также делает голос более округлым, теплым, делает звук глубоким. Вот как голос позади, который поет то же самое, что и она, но на низкой октаве. Мне нравится аранжировка. Какой приятный звук. К тому же у нее мало вибрато. Она почти никогда не использует вибрато. Это меня очень впечатляет. И она получает очень много силы и очень много красоты. Я бы хотела услышать ее здесь, рядом со мной, потому что я думаю, что у нее такой голос, который наполняет комнату, но такой, но такой мощный. Что было бы настоящим экспериментом увидеть ее на расстоянии метра? Дело в том, что я смотрю на нее, и то, что я слышу, не соответствует тому, что я вижу. Это похоже на то, что я не связываю ее голос с телом, с лицом. Это мои идеи. Она похожа на имя Уайнхаус. Или я уже схожу с ума. Что ты, если не видишь ее, не знаешь, поет ли мужчина или женщина? Голос этой женщины очень загадочен. Я уже говорила на этом канале, что люблю голоса контральта и баса. Вообще все инструменты, которые звучат на низких частотах. Виолончель, тромбон, волторна. Какая хорошенькая, 19 лет. 19 лет. Какой красивый голос, какой другой. Большое спасибо, что порекомендовали мне эту певицу. И увидимся в следующем. Друзья, что ж, это была предельно эмоциональная реакция человека, который действительно погружен в мир музыки и искренне восхищается творчеством Дианы Анкудиновой. И это прекрасно. Ссылка на оригинальный контент, как всегда, ждет вас в описании. Вы были на канале Горинов Лайф. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok